Здравствуйте, уважаемые коллеги. К сожалению, основной докладчик у нас не смог приехать, поэтому сегодня я представлю ее доклад. Новый подход к подавлению метастатического потенциала опухоли и ингибированию коллективного механизма диссеминации опухоли. Известно, что основной причиной летальных исходов больных с злокачественными новообразованиями является генерализация опухолевого процесса и формирование метастазов. Метастазирование – это многоступенчатый патологический процесс, в результате которого опухолевые клетки покидают первичный очаг путем деградации базальной мембраны и попадают в кровеносное и лимфатическое русло. Для того, чтобы успешно сформировать вторичные колонии, опухолевые клетки должны противостоять разрушительной силе гемодинамического стресса, а также механизмом иммунной защиты. И на лабораторных животных показано, что не такое большое количество клеток способно это сделать. Большинство клеток в течение двух часов погибают в результате реализации процесса апоптоза. И лишь те клетки, которые обладают очень высокой жизнеспособностью, дают начало вторичным очагам опухолевого роста. И развитие технологий оптической визуализации опухолевого процесса позволяет выявить, что коллективный механизм диссеминации в виде многоклеточных кластеров имеет большое биологическое преимущество по сравнению с одиночными циркулирующими опухолевыми клетками. В связи с этим изучение циркулирующих опухолевых клеток в настоящее время является очень актуальным и широко распространенным. Основной механизм диссеминации злокачественных новообразований это эпителиально-мезинхимальный переход. Сущность данного явления состоит в том, что раковые клетки теряют опекально-базальную полярность, межклеточную адгезию и эпителиальные клетки приобретают фенотип мезинхимальных, в том числе морфологические, функциональные и молекулярные черты мезинхимальных клеток. Но процесс данный обратим, и мезинхимальные клетки снова могут приобрести эпителиальный фенотип по завершению метастатической трансформации. И сторонники данной концепции придерживаются мнения о диссеминации одиночных трансформированных клеток, которые колонизируются в отдаленные органы ткани. Но также наряду с циркулирующими опухолевыми клетками, одиночными, известно, что обнаруживаются многоклеточные агрегаты, для которых характерно сохранение эпителиальных маркеров. В чем же заключается преимущество коллективного механизма диссеминации опухолевых клеток? Во-первых, перемещение в виде многоклеточных кластеров протекает гораздо эффективнее, чем миграция одиночных опухолевых клеток за счет того, что увеличивается скорость, направленность миграции и повышается активность секретируемых матриксных металлопротеаз. Сообщается, что гетерогенные кластеры обладают значительными преимуществами в жизнеспособности благодаря наличию в их составе опухолевых клеток с разным клональным происхождением и биологическими способностями. Кроме того, внутренние клетки кластера защищены от воздействия клеток иммунной системы в процессе диссеминации и многоклеточные кластеры обладают более выраженной лекарственной устойчивостью по сравнению с одиночными клетками. И существует целый ряд работ, которые показывают, что коллективный механизм диссеминации имеет биологическое преимущество по сравнению с миграцией одиночных клеток. Проведены клинико-морфологические, экспериментальные работы, которые доказывают это. И согласно ряду работ, инвазия, например, клеток рака предстательной железы происходит в виде трубчатых мультиклеточных структур с властями в центре. И значительная роль в поддержании межклеточной интеграции в процессе инвазии опухолевых кластеров отводится эпителиальным кодгирином. Распространение опухолевого процесса за пределы предстательной железы по переневральным пространствам принято также считать характерным признаком рака простаты. Сообщается, что переневральная инвазия рака предстательной железы происходит при сохранности ягодгирина в соответствии с общепринятыми механизмами коллективной миграции. При этом отмечается выраженная экспрессия интегриновых рецепторов, обеспечивающих взаимодействие опухолевых клеток с внеклеточным матриксом. В настоящее время очень активно используют циркулирующие опухолевые клетки. Их выделяют из периферической крови, в том числе пациентов с онкологическими заболеваниями, подвергают дальше анализу. Это так называемая жидкостная биопсия. И использование микрофлюидных систем нового поколения в экспериментальных целях с последующим молекулярно-генетическим анализом этих циркулирующих опухолевых клеток позволяет получить новые данные о механизмах коллективной диссеминации. Существует и свидетельство клинических исследований. Показано, что клиническая значимость коллективной диссеминации, несмотря на то, что всего 2-5% клеток диссеминирует в виде таких многоклеточных кластеров, тем не менее выявлено, что их потенциал метастатический гораздо выше, чем метастатический потенциал одиночных циркулирующих клеток. На протяжении многих десятилетий считалось, что кластерам циркулирующих опухолевых клеток очень сложно проникать в микроциркулиторное русло. считалось, что одиночным циркулирующим клеткам это гораздо проще, но в последние годы также появились работы, которые демонстрируют то, что конструируют специальные микрофлюидные устройства и показывают, что кластеры раковых клеток в каналах просветом примерно 5-10 микрон отлично мигрируют и именно в виде многоклеточных коллективов в узких каналах очень быстро восстанавливается деформация ядра клеток и не нарушается целостность ядерной оболочки. Представляет интерес также технологии исследования кластеров циркулирующих опухолевых клеток Xviva, при котором изолированные из периферической крови кластеры напрямую подвергаются анализу динамики перемещения в микрофлюидных системах и в дальнейшем проводят их культивацию Xviva с последующим анализом. Таким образом, известно, что существует ингибитор фокальной адгезивной киназы, подавление которого, вернее, действие которого приводит к диссоциации кластеров и нарушение их структурной организации. В итоге это ведет к миграции мультиклеточных агрегатов через констрикции в микроканалах. И действительно, аберрантная активация фокальной адгезивной киназы, фак, она запускает многочисленные сигнальные пути, что в совокупности обеспечивает реализацию злокачественного потенциала путем контроля миграции, инвазии и выживаемости опухолевых клеток. Нами был получен новый полипептид, который был разработан совместно с китайскими учеными для ингибирования миграции и инвазии рака предстательной железы. И на сегодняшний день получены первые результаты, которые позволяют судить о выраженном противоопухолевом потенциале. Представленные данные свидетельствуют о том, что подавляется активность фокально-адгезивной киназы при воздействии этого полипептида. И чем больше концентрация полипептида, тем сильнее подавляется фокально-адгезивная киназа, что позволяет получить более эффективный эффект от терапии. Кроме того, исследование краев экспериментальной раны на клеточном монослое позволяет выявить диссоциацию в области миграционного фронта по истечении 24-часовой инкубации с этим полипептидом. И в отличие от группы контроля, где клетки лидирующего края остаются связанными с клеточным монослоем, в группе с полипептидом наблюдается потеря межклеточной интеграции и появление единичных клеток в экспериментальной ране. Здесь тогда закончу, что таким образом полученные на сегодняшний день первые предварительные результаты позволяют судить о выраженном противоопухолевом потенциале данного полипептида и возможности ингибирования коллективного механизма диссиминации клеток в результате подавления активности ФАК. Естественно, нужны и дальнейшие исследования данного полипептида, его патогенетической роли, молекулярной роли в отношении подавления ФАК. И в данный момент работа ведется, поэтому Гульнар Маратнана в Китае продолжает эту работу и не смогла сама сюда приехать. Если у кого-то… Во-первых, большое спасибо за внимание. Если у кого-то есть вопросы относительно этого полипептида, можно написать ей на e-mail, она с удовольствием ответит по каким-то нюансам его. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. У кого могут быть вопросы? На Ваш взгляд, от этой экспериментальной работы до создания препарата сколько может пройти время? Ну, очень много, конечно. Это только самые первые результаты, и я думаю, пройдет не менее 5 лет точно, прежде чем все это подтвердится, и если подтвердится, то начнутся какие-то испытания. То есть это, естественно, процесс долгий, и быстро никаких таких результатов, быстрых не будет. А Ваша лаборатория принципиально предлагала уже молекулы, которые, ну, хоть к какой-то клинической практике подошли? Или вот это первый, по сути, такой ваш опыт? Это первый такой опыт у нас, да. У нас своя лаборатория клеточных культур, где часть работ делается у себя, и часть работ делается совместно с китайскими коллегами из Харбинского медуниверситета. И вот это такой первый опыт по исследованию вещества нового.